Тем не менее, некоторые итоги этого эксперимента достаточно показательны. Но, было отмечено, во-первых, что производительность не упала, возросла, хотя мы понимаем с вами, что измерить производительность в сфере, скажем, медицины достаточно проблематично, но, тем не менее, может быть, это просто брали выручку на одного работника. Значит, доходы компании не уменьшились, а часто взрастали. Это при том, что участники эксперимента, я имею в виду предприятия, брали на себя обязательства не уменьшать заработную плату. Так вот, все это произошло без уменьшения заработной платы, и финансово-экономические показатели предприятий не ухудшились, а в ряде случаев улучшились. Причем речь идет о том, что 4-гневка вводилась без увеличения продолжительности оставшихся рабочих дней, то есть без сжатия рабочей недели. То есть, остальные рабочие дни были по 8 часов, то есть в таком традиционном формате. Поэтому фактическая продолжительность рабочего времени была 32 часа. Ну, и отмечалось, что, разумеется, вот эта такая работа положительно сказалась на настроении, на самочувствие работников, на их возможности уделить время, дополнительное время своей семье. Да, это все, конечно, очень положительные моменты, но отметим, что все-таки эксперимент был проведен в виде перехода на 4-гневную рабочую неделю, при том, что рабочий день не уменьшался. И вот уже приходилось обстоятельно говорить о том, что такая форма сокращения продолжительности рабочей недели не самая лучшая. Почему? Потому что на рабочих буднях, на трудовых буднях, приращение свободного времени не произошло у этих работников. Ну, и вот, скажем, такие показатели, что в среднем в день продолжительность занятий физкультуры и спортом у участников эксперимента возросла на 6 минут. Прямо-таки думаешь, ну, это вот, надо же, целый день свободный, а в среднем на 6 минут. И это вполне объяснимо. То есть, дополнительный выходной день, там возможность заниматься, скажем, дополнительно полчаса, да, физкультуры, ну, больше, так сказать, не каждому позволяет здоровье, да и это действительно оптимально, то есть, пытаться в один день впихнуть физическую нагрузку, которую надо было распределить бы в рамках всей недели, да. Ну, и вот, эти дополнительные полчаса, собственно, вот что обеспечило прирост времени занятий физкультурой и спортом. А в рамках будней, так сказать, не могло произойти дополнительное увеличение занятий физкультурой и спортом. То есть, проявляется вот эта ограниченность возможности использовать свободное время, если вместо сокращения каждого рабочего дня на один час, это сокращение используется в такой форме, что выделяется дополнительный выходной день, а на буднях ничего не изменяется. Ну, вот на буднях ничего не изменилось. А за один день не компенсируешь того, что надо было сделать, что надо было делать каждый день. Поэтому не произошло увеличение занятий физкультурой и спортом. Ничего не сказано о том, как изменилось время, уделяемое самообразованию. Не то уже европейские работники перестали читать, о чем-то, так сказать, чем-то серьезным заниматься. Не то это настолько незначительная величина, что просто в отчете об итогах экспериментов, об их, о них и не упомянули даже. Ну, вот, собственно, это можно было предвидеть, что подтвердилось наше убеждение, что сокращение продолжительности рабочей недели в форме выделения дополнительного выходного дня, даже при том условии, что рабочий день не изменяется, то есть без сжатия рабочей недели, это не лучший способ сокращения рабочего времени. Ну, и вот все эти положительные итоги дали основание говорить о том, что надо что-то менять в существующих графиках рабочего времени. Но вот я все-таки обращаю внимание, что речь не шла о сокращении рабочего времени в производстве, это первое, да. А во-вторых, вот то, что четырехдневка – это форма сокращения рабочего времени, тоже далеко не широко поддерживаемый факт в Европе. Поэтому говорится о том, что проводятся эксперименты в других странах, вот когда переходят на четырехдневку, и тут же сообщают, что, скажем, в Бельгии осуществляется переход на четырехдневку, при том, что рабочий день будет равен 10 часам, вместо 8 часов, да, при пятидневке. То есть, как мы видим, вот такие эксперименты, они, конечно, полезны, полезны, да, но носят чрезвычайно ограниченный характер, это раз, не затрагивают практически рабочих. То есть, это эксперименты в рамках офисов, где небольшие компании, где все друг друга знают, и такие полусемейные отношения, и какой-то, значит, отец семейства, да, может тебе позволить вот провести такой эксперимент, выясняется, что он еще ничего не теряет, а положение работников ухудшается, и эта вот семейная атмосфера становится еще более теплой. Когда же речь идет о, так сказать, производстве, о вещах, где есть заданный ритм, да, совместного труда, где напряжение такое, так сказать, более, видимо, существенное, где условия труда, похоже, что-то вот этой семейной атмосферы не наблюдается, и такие эксперименты не проводятся. Ну, по крайней мере, они проводились в рамках вот этого разограммированного эксперимента. То есть, другими словами, вот, скорее всего, судьба этого эксперимента будет такая, что, может, где-то еще повторят, ну, может быть, увеличат число участников, скажем, будет не 33, а 100 участников фирмы, имеется в виду, и работников количество, которое охвачено, будет не 900, а, например, 3000. Ну, что это вообще поменяет? В общем, в таком плане, да, с точки зрения всех занятых, и особенно рабочих, в европейских странах, да и не только в европейских, ничего не поменяет, надо сказать. То есть, предприниматели могут поиграть в такие эксперименты, и даже, это, так сказать, сделать постоянной практикой небольшое число предпринимателей, но основная масса, ничего, палец о палец не ударить, чтобы, вот, сделать этот шаг, ну, хотя бы в форме выделения дополнительного выходного дня при сохранении продолжительности рабочего дня. А если готовы сделать шаг перехода к четырехневке, то, разумеется, с уплотнением, с сжатием рабочей недели и стискиванием в один день рабочих уже не 8 часов, а 10 часов. Я думаю, бельгийские работники за голову схватятся, потому что вот в таком режиме они уже не работали, наверное, 100. А вот в порядке эксперимента, значит, это теперь будет сделано в 21 веке под предлогом заботы работников, под предлогом о том, что, как это в заголовке говорится, что, значит, миллионы людей мечтают о четырехдневке. Вот думаю, что о такой четырехдневке никакие миллионы не мечтают, безусловно. Ну, единственная страна, где шестичасовой рабочий день вполне определенно вводится, то есть говорится о том, что сокращается именно смена, не неделя, а вот происходит сокращение смены. Неделя – это же очень неопределенно. Вот вы выдали дополнительный выходной день, сохранив продолжительность рабочего дня, неизменная рабочая неделя, сократилась. А там говорится о сокращении рабочей именно смены. Но дело в том, что Исландия там – это такая величина, население-то несколько сот тысяч человек, и работников-то, значит, поделите на два. То есть это пример, который никому не служит примером, потому что все говорят, ну, это Исландия, там все, что угодно можно делать, потому что не за счет промышленности живет, не за счет производства эта страна. Но я, например, ничему, так сказать, ни в чем не убеждаю. Одним словом, вот этот эксперимент показал, что даже если какая-то часть буржуазии готова пойти на сокращение рабочего времени, то А – это ничтожно малая часть, и Б – это сокращение рабочего времени будет проходить в формах наименее выгодных для рабочего класса. Но, а я уж не говорю о том, что под предлогом сокращения рабочей недели будет осуществляться, скорее всего, и чаще всего именно осуществляется, сжатие рабочей недели, когда те же 40 часов в Тискве только теперь уже в 4 рабочих дня. Не случайно вот резюме в заметке об этом эксперименте такое, что еще ни одна страна не отказалась от 40-часовой рабочей недели. Значит, все эти эксперименты по 4-дневке как доминанта предполагают, что сжатие рабочей недели, что совершенно недопустимо, что ухудшает положение работников. Ну и мы знаем, что когда речь идет не об экспериментах, а о некоторых массовых вещах, то вот во Франции опять муссируют систему повышения пенсионного возраста, то есть это увеличение количества отработанного времени за трудовую жизнь, то есть не сокращение рабочего времени, а увеличение продолжительности рабочего времени. И если что-то и может остановить этот реакционный шаг, то вот борьба французских работников, чем они, собственно, и занимаются. То есть действительное сокращение рабочего времени в форме, наиболее выгодной для работников, то есть в форме сокращения рабочего дня, требует массовой борьбы рабочего класса, других отрядов наемных работников, борьбы, организованной профсоюзами, ну а душой этой борьбы, конечно, должна выступать партия рабочего класса. Вот насколько слабы партии рабочего класса, настолько и не развернута борьба за сокращение рабочего дня в европейских странах. И поэтому все эти рассказы об экспериментах наводят только грусть, потому что на самом деле в жизни большинства работников ничего не изменится, пока они сами не будут бороться за улучшение своей жизни. И все же, я думаю, что вот этот эксперимент в некотором смысле и полезен для России тоже. Ну, во-первых, мы вспомним, что два года назад вопрос, точнее говоря, несколько лет назад вопрос о 4-го дневке у нас поднимался, поднимал Дмитрий Анатольевич Медведев, потом он, значит, еще в 2021 году об этом тоже говорил. Но, как мы знаем, российские предприниматели в те времена, достаточно спокойные времена, надо сказать, встали насмерть и заявили о том, что внедрение такой практики, непонятно, что они имели в виду, сжатие рабочей недели или сокращение рабочего времени, поведет к увеличению издержек и поэтому нерационально. Ну и вот, как мы знаем, даже никаких экспериментов не проводилось, хотя, в принципе, скажем, обстановка ковида к этому располагала. Если там что-то было, то не в виде эксперимента, а в виде вынужденного сокращения рабочего времени, и, как показал опыт вот этого вынужденного обстоятельствами, сокращение рабочего времени, сокращение рабочего времени в виде уменьшения количества рабочих часов в день дало положительный эффект. Вот, например, об этом рассказывал в свое время Валентин Владимирович Кальвит, электромонтер Саровской винивающей компании, председатель профсоюза защиты этой компании. Это можно найти. То есть, действительно, сокращение рабочего дня – это очень позитивный факт, который не отражается на объеме выпуска практически. Когда речь шла, скажем, об ремонте, то, как выяснилось, этот ремонт осуществлялся в тех же объемах, без потери качества, но рабочий день был меньше. Ну, и вот, возвращаясь к тому, что говорилось в этой заметочке, тоже интересно такое замечание. Может, это трудности перевода, что темп работы на предприятиях, точнее говоря, учреждениях, где проводился такой эксперимент, в Европе увеличился, но интенсивность не возросла. Вот это совершенно непонятно. Как может увеличиться темп? Там же в основном речь идет о труде, который не у машин, интеллектуальном труде, да, или в значительной степени умственном труде, и вот как, значит, можно было работу делать быстрее, не увеличивая напряженность в видницу времени, то есть, с этим, остается загадкой. Ну, может, это трудности перевода, а может, просто незнание того, что напряженность и интенсивность одно и то же. Так вот, возвращаясь к России. Сегодня мы знаем, что обстановка очень в экономике сложная. Сложная, потому что промышленное производство, связанное с обороной, работает в таком очень нестандартном режиме. Перешли на трехсменную работу многие предприятия. И, собственно, казалось бы, что о сокращении рабочего времени не может идти и речи. Но я думаю, что вопрос о перспективах сокращения рабочего времени ставить необходимо совершенно, в совершенном области. Почему? Ну, вот, как в заметке в эксперименте с четырехдневкой, приводились данные о том, что в мире от переработки умирают 754 тысячи человек. От переработки. В виде инсульта, инфаркта. Вот причина смертности, связанная с этой переработкой. Но я думаю, что, конечно, скажут, что мир очень большой, там счет идет на миллиарды работников. Скорее всего, эта статистика отражает количество смертей из тех стран, где социальная статистика достаточно развита. Едва ли здесь имеются в виду африканские страны и другие, скажем, страны, где возможно, что рабочее время очень большое, но едва ли есть такая ищепывающая статистика. Скорее всего, речь идет о статистике в экономически развитых странах. И тогда эти 754 тысячи преждевременных смертей от инсультов, инфарктов, вызванных переработкой, это уже заметные цифры. Ну, а вот сегодня как раз в России тоже очень напряженно идет работа, и уже приходилось отмечать, что этой работой затронуты, прежде всего, работники старших возрастов, которые в силу только возраста своего близки к ситуации, когда риск инфарктов, инсультов высок, а когда мы добавляем к этому очень напряженную работу в три смены, то этот риск, конечно, умножается. Честно говоря, вызывает большие вопросы, вот как закрывают эти три смены предприятия, каким кадром составом. То есть, это предполагается, что если мы берем работу по одной смене в день для отдельного рабочего, то значит, надо вот в три раза больше рабочих, чем обычно. Учитывая, что еще до 22-го года предприниматели жаловались на кадровый голод, имея в виду, прежде всего, именно рабочие кадры, трудно предположить, что вдруг нашлись дополнительные работники на вторую и третью смену, даже если мы понимаем, что, скажем, в третью смену число работающих меньше. То есть, одним словом, можно предположить, что трехсменка сопряжена с тем, что часть работников трудится по две смены, ну, а потом переходящая вот эта третья смена, поскольку она ночная, то, видимо, там идет определенный отдых, и потом выход в две смены, дневную и, по сути, вечернюю, и так далее. То есть, это работа сверхнапряженная. И вот в условиях этой сверхнапряженной работы статистика о смертности, связанной с переработками, это серьезное предупреждение. И мы понимаем всю напряженность и ответственность данного момента, необходимость, значит, увеличения объемов выпуска. Но также надо и понимать, что вот если в таком режиме работа затянется, ну, не на несколько месяцев, а на год и даже больше, то в конечном счете это вернется выбытием значительной массы работников с производством. Или вследствие потери трудоспособности, ну, или в смерти, или в случае прямо смерти. И поэтому нельзя связывать перспективу работы российского производства, в том числе и оборонного, с продолжительностью работы сверхнормальной в расчете на одного работника. Нельзя связывать с этим перспективу. Значит, перспективу надо связывать с совершенствованной организацией производства, с внедрением новой техники, ну, и с привлечением новых рабочих кадров. И мы с вами понимаем, что какую задачу не возьми сегодня, это задача проблемного характера, то есть, трудно разрешимая. Значит, ну, вот, если начать с рабочих кадров, то, конечно, готовят рабочие кадры в профессионалитете, то есть, в колледжах и так далее, но пока еще этот приток небольшой, незаметный, и он, конечно, не обеспечит потребностей увеличения производства за счет увеличения численности занятых. Тем более, что происходит и выбытие тоже, безусловно, по состоянию здоровья, по возрасту, каждый год. Это надо принимать его внимание. Значит, что касается обновления оборудования, то здесь мы знаем, что тоже есть сложности, поскольку, разумеется, значит, страны, которые нам противостоят, перекрыли каналы, импорт оборудования, ну, если эти каналы сохраняются, они значительно удлинились, и я думаю, что все-таки и состав импортированного в Россию оборудования тоже по своей номенклатуре стал беднее. Есть проблемы здесь, конечно. Но, что касается совершенствования организации производства, ну, вот это, что называется, лежит на поверхности, но здесь требуется активная роль самих работников. И, чтобы осуществлять эту рационализацию, конечно же, необходимо выделять для этого время. И поэтому, вот, как бы ни показалось это странным, на самом деле, это нисколько не странно, и никакой это не парадокс. Вот в условиях такого напряженного ритма работы, в условиях вот такого напряжения сил отдача, растущая от труда, требует сокращения рабочего времени. Но, я подчеркну, что сокращение рабочего времени здесь предполагает строгоцелевое использование свободного времени. Я напоминаю, что свободное время – это время для свободного развития работников. И когда мы говорим, скажем, о повышении квалификации, да, о рационализации деятельности, то, несомненно, это есть или прямое развитие работников, или такой вид деятельности, который, хотя имеет свою цель в достижении другого результата, но, по сути, представляет собой тоже развитие работников, которые, в принципе, недостижимы, я имею в виду развитие, в рамках самого производственного процесса, потому что надо подумать, как лучше сделать, а не просто делать, да, потому что делают уже в соответствии с определившейся технологией. А надо еще подумать, а нельзя лучше технологии, это другой вид деятельности, на самом деле. И вот для того, чтобы осуществлять совершенствование организации производства, то, что в 20-е годы называли рационализацией, безусловно, требуется специальное время. И это, пожалуй, сегодня главный резерв повышения производительности труда, это рационализация. Я имею в виду сегодня, именно беру самый короткий период, потому что, конечно, рационализация – это процесс такой, по счету, бесконечный, но мы с вами понимаем, что отдача от него постепенно будет убывать. Почему? Потому что вот, если сегодня займутся работники рационализации всерьез, то, как показывает опыт федеральной ЦВИ программы производительности труда и занятости, будут использованы, прежде всего, резервы, лежащие на поверхности, размещение оборудования, снастки и так далее. А затем уже, конечно, когда вот эти прямо выпивающие факты нерациональности будут рационализированы, надо уже найти более глубокий резерв, больше подумать, и, наверное, отдача может быть и не такой большой, как первоначально. Но, тем не менее, вот этот резерв повышения производительности суда должен быть задействован, поэтому требуется время для повышения квалификации и рационализации, но как бы ни казалось это неочевидным в условиях такой напряженной работы. Но еще раз подчеркиваю, что сокращение рабочего времени для этих целей, между прочим, будет иметь своим эффектом повышение интенсивности труда. Я вот все-таки не использую такое странное разграничение, которое европейский источник, что темп увеличился, а интенсивность не возросла. Возрастет интенсивность, потому что сейчас люди вынуждены свой ограниченный запас сил раскладывать на большее количество часов, когда труда, непосредственно, когда этот труд будет уменьшен, тем более здесь возможно еще и перемены видов деятельности, скажем, потрудились там часть смены, значит, потом, скажем, час на работу в рамках производственного совещания или обучения новым приемом работы, а потом снова потрудились. Вот, перемены видов деятельности тоже, между прочим, умножает силы самого труда, используемый в труде энергию. Все это принесет заметную отдачу. Но это надо делать, это надо делать и безусловно, здесь требуется и воля руководителей, но боюсь, что руководители задавлены текучкой, я имею в виду предприятий, руководители испытывают давление нехватки рабочих кадров, им кажется нелепой мысль о том, что сокращая рабочее время, можно в какой-то степени компенсировать дефицит труда, обнаружив сегодня. Но вот этот парадокс, тем не менее, разрешим, как я уже сказал, ну и, видимо, здесь не обойтись без того, чтобы сами работники, прежде всего рабочие, добивались включения в коллективные договоры вот этих норм о введении часов. Как уж это будет распределено, надо подумать, это, наверное, каждом предприятии виднее, времени для осуществления рационализации и повышения квалификации в рамках рабочей недели. Это будет сокращение рабочего времени. Но такое сокращение рабочего времени, которое, строго повторяю, целевым образом используется для повышения производительной силы труда. Ну и, если хотите, по-другому можно это сформулировать, что для увеличения выпуска. Здесь вот надо как-то сделать этот скачок, вырваться из этой колеи, и здесь речь идет не столько о рабочих, сколько о руководителях, которым требуется организовать эти виды деятельности. Значит, далее. Ну, хорошо, вот мы говорим о том, что тут это не только перспектива сокращения рабочего времени для осуществления рационализации и повышения квалификации, а необходимость этого есть прямая. И чем дальше это откладывает необходимость, тем хуже для производства. Но мы понимаем, что даже если вот будет в такой форме сокращаться рабочее время, то все равно увеличение числа ночных смен, да, но и все равно увеличение общей продолжительности рабочего времени и повышение даже интенсивности труда, пусть добровольной, так сказать, и даже такое, я бы сказал, произвольное, то есть работник сам того не замечает при сокращении рабочего времени трудится интенсивнее, сопряжено с повышенным расходом жизненных сил работника. И так будет изо дня в день, изо дня в день. Что это означает? Это означает, вообще говоря, что в определенный период времени большой, если такой режим работы будет охватывать год, то значит в рамках года, а если два, то в рамках двух лет это будет режим работы. Так вот, в этот период времени рабочего значительный, да, втискивается большое, большее количество труда, чем при нормальной продолжительности рабочего времени. чем при нормальной продолжительности рабочего времени и чем при такой средней обычной интенсивности труда. Но это должно уже быть компенсировано, то есть это повышенный расход жизненных сил работника. Чем он может быть компенсирован? Он может быть компенсирован правом на выход досрочной на пенсию. Досрочная имеется в виду с тем, что сегодня установлено. Мы знаем, что совсем недавно было нормой 60 лет, теперь 65 лет. Неужели наши рабочие, которые трудаются в условиях трехсменной работы, часто видим, прихватывая вместо одной две смены, неужели они будут обязаны трудиться до 65 лет? Да, не то, что имеют право, может, кто-то и захочет работать, пожалуйста, но если они обязаны трудиться до 65 лет, это очень странно, вот совершенно справедливо во время боевых действий, что называется, госслужба приравнился к двум годам службы в мирное время, а здесь что мы имеем? Здесь что мы имеем? Здесь мы имеем тоже работу повышенной интенсивности, связанную с повышенными затратами труда, тем более, пока еще никакого сокращения рабочего времени для целевого использования в целях рационализации и повышения квалификации еще не произошло, так это тоже надо компенсировать, тоже, чтобы люди понимали, что когда закончится такой напряг, он должен закончиться, безусловно, да, то, значит, они получат дополнительное время для отдыха, но, по крайней мере, они могут перейти на более легкую работу, я вовсе не призываю людей, которые имеют льготную пенсию, сразу уходить, если здоровье позволяет, но, с другой стороны, как мы знаем, льготные пенсии даются ведь не случайно, если здоровье не позволяет, то человек должен, должен просто, сказать, получать соответствующую пенсию, он-то должен, имеется в виду, что такая обязанность должна быть государства по отношению к тому, кто так сегодня самоотверженно трудится. Ну, и чтобы вести приблизительный расчет того, какой интенсивности труд сегодня осуществляется работниками, я вот хотел бы вспомнить одну историю правды, сказать, инженера, инженера завода Красный Сорова, который вспоминал о своей работе в годы войны. Видно, что это человек, который там ввел учет рабочего времени, такой интересующийся организации труда, инженер, не рабочий. И он посчитал, что за годы, вот за четыре года войны он работал, такое, вложил в производство такое количество труда, которые равны восемнадцати годам мирной жизни. То есть, здесь коэффициент больше, один к четырем. То есть, один год войны, это четыре года мирной жизни. в смысле интенсивность труда. Но, даже если он ошибся, даже если он преувеличил, то мы с вами понимаем, что коэффициент здесь даже больше, чем один на два. Один к двуму, я имею в виду. Полагаю, что интенсивность труда и затраты труда рабочих никак не меньше были, чем у инженера. и поэтому и сегодня это надо понимать, что затраты труда рабочих уходят далеко за рамки того, что осуществляется в рамках нормальной продолжительности. Значит, это должно быть компенсировано. Поэтому надо, полагаю, что поначалу на уровне коллективных договоров требовать такой нормы, получать право на выход на пенсию с учетом более высокой напряженности труда в данный настоящий период. Ну и государство, если бы оно проявляло внимание к этой стороне организации отечественного производства, тоже могло бы такой законопроект принять, но, честно говоря, надежная это плохая, поэтому это требование для рабочих. Требование совершенно справедливое и совершенно обоснованное. Тем более, что если вот сегодня идет год за два, да, то какое-то количество даже два-три года, то на самом деле речь идет о досрочном выходе на пенсию в возрасте, ну там, скажем, 62 года вместо 65, это вообще говоря, еще не очень здорово, не очень здорово, по сравнению с тем, что было буквально несколько лет назад. То есть, здесь государство, ведь мы, как понимаем, проявляя каплистический характер, палочку-то перегнуло, государство. Но вот появился благоприятный момент для того, чтобы хоть как-то частично этот перекос, перекос продолжительности трудового стажа по сравнению с тем, что реально могут дать современные работники, этот перекос устранить, ну хоть как-то, потому что это будет мотивирующим фактором для рабочих, работников, которые видят, что государство не только говорит «давай, давай», тут и не только, и без государства, всем ясно, что «давай, давай», но проявляет внимание к тому, что вот это «давай, давай» должно быть вознаграждено хоть каким-то образом, чтобы это компенсировало повышенный расход сил и тем самым утрату здоровья в виде сокращения трудового стажа не уходило для получения пенсии. Ну, мы понимаем, что, конечно, вот возможности сокращения рабочего времени даже в строго целевой форме достаточно ограничено вот именно в данный момент, но тогда надо использовать то имеющееся нерабочее время максимально интенсивно для восстановления работников. Ну, и еще раз говорю о том, что здесь просто необходимо совершенно осуществлять профилактику здоровья, то есть использовать профилактику медицинских учреждений для восстановления сил работников в обязательном порядке, в обязательном порядке, в общегосударственном масштабе. Без этого наши работники к сожалению послужат их трудовой путь подтверждением той печальной статистики, что переработки многократно увеличивают риск определенной смертности от инсультов и инфарктов. Поэтому сегодня перспектива сокращения рабочего времени в России не просто остается такой перспективой, а сегодня эта перспектива должна определять очень многое в организации труда современного рабочего класса и осуществлении тоже определенных коррективов в пенсионном законодательстве. Вот тогда успешно будут решены те задачи, производственные задачи, которые стоят сегодня перед нашей промышленностью. Вот такие размышления вполне естественно на фоне этого микроэксперимента с четырехневкой в европейских странах и на фоне того, что сегодня Россия нуждается в